Крутая зажигалка для сигар, 700 баксов. Ты же ее купил для того, чтобы вот так ложить на стол перед кентами. Для меня в этой истории самый крутой чувак, это человек, который ему продал зажигалку. Супер эффективный инвестор, миллиардер. 65-70% моих проектов неуспешно. Артисты любят накручивать себе через конкурсы. Я сам играю во многие компьютерные игры. Одна компания продала 600 пар виртуальных кроссовок за 3 миллиона 100 тысяч долларов. Покраска автомата в виртуальной игре за 2,6 миллиона долларов. Крутая зажигалка на 700 баксов. Ты накачал подписчиков, должна быть цель, для чего? У нас есть клуб, называется Бук Кафе. Как? Бук Кафе. Ага. Бук Кафе-клуб. Клубу, по-моему, лет 10, да, уже 9 или 10 лет. Суть клуба, мы каждый понедельник встречаемся с 9 до 11. И по очереди каждый из предпринимателей, членов клуба рассказывает про какой-то кейс или про какую-то книжку, которую он прочитал. То есть идет такое постоянное интеллектуальное, скажем, начало недели. Больше 50 человек в клубе. Вот здесь сидят, скажем, наиболее яркие представители этого клуба, скажем так. Добро пожаловать в наш клуб. Спасибо большое. Лимитед Эдишн, скажем так. И сегодня предложение провести, скажем, беседу на свободном формате. У всех предпринимателей, у всех есть какие-то вопросы, которые нас интересуют. Есть возможность, уникальная возможность получить инсайты, скажем, от такого уникального, легендарного человека. Поэтому предлагаю начать. Первый вопрос начнется сам, наверное, да. Вопрос инвестиций. Многие предприниматели все-таки, ну, есть какие-то деньги, есть там какие-то проекты, которые постоянно, скажем, кто-то на стол заносит, рассматривает. Есть ли какие-то принципы инвестирования? Вот наверняка же у вас тоже есть проекты, которые мы знаем про успешные, наверняка есть неуспешные инвестиции. Вот каковы признаки неуспешных инвестиционных проектов? Ну вот смотрите, признаков на самом деле много, но не всегда они выстреливают. Вообще всегда, когда касается предсказания будущего, это все условно. То есть вы точно никогда не сможете предсказать. Единственное, что вы можете увеличить вероятность исхода какого-то события. Поэтому, когда говорят про признаки успешного проекта, то подразумевается, что признаки, которые увеличивают вероятность, но не факт, что этот проект будет успешным. По-любому. Потому что если бы какой-то человек знал признаки успешного проекта, то это был бы суперэффективный инвестор, миллиардер. А такого не происходит. Поэтому признаки признаками я сейчас расскажу вообще механику или принцип инвестирования. Принцип инвестирования заключается вот в чем. У меня на самом деле очень много неуспешных проектов. Очень много. 65-70% моих проектов неуспешны. Почему? Проблема. И причем мне говорят, а у вас вон тот закрылся проект, тот закрылся. Я говорю, да, все закрылся, правильно. Не просто закрылся, я закрыл. Я закрыл, зафиксировал убытки и так далее. Почему? Потому что обыватель, обычный человек думает так. Вот у меня есть 10, буду делать 10 инвестиций. Из 10 инвестиций я, если 6 отгадаю, то я в прибыли. Если 4, то там нормально, я в прибыли. То есть они пытаются из 10 отгадать 60%. Это не под силу ни одному человеку. За редким, наверное, исключением уникальным. Поэтому я, когда инвестирую, я изначально себе отдаю только одну треть, что я отгадаю. 33%. При всем моем знании, при всем моем опыте, при том, что у меня чек-листы, при том, что я знаю характеристики успешных команд, проектов и так далее, я себе изначально даю только 33% шанса, что я отгадаю. Ну, поставлю на хороший проект. Как складывается математика? Математика складывается таким образом. Она строится на принципе, таком принципе. Это еще Рей Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда, как Bridgewater Capital. Он сказал, важно не то, сколько вы зарабатываете на том, что знаете. Важно то, сколько вы теряете на том, что вы не знаете, и сколько вы зарабатываете на том, что знаете. То есть смотрите, принцип такой. Я исхожу из того, что я делаю математику таким образом, чтобы проиграв в 70% случаев и выиграв только в 30%, при этом оказаться в прибыли. Как это достигается? Это достигается таким образом. Например, ну, для примера, как биржу возьмем. Я фиксирую убыток на уровне 5-10%. Если я фиксирую убыток на уровне 5%, то 7 проектов на 5 – 35% потери капитала. Но по трем проектам, если я заработаю прибыль по 20%, то это 60%. 60 минус 35 – 25% я в прибыли. То есть я управляю не проектами, я управляю портфелем. Поэтому управление проектами и портфелем – это две разные позиции, две разные психологии, разный подход. И, к сожалению, простые люди это до конца не понимают. Они считают такую простую математику. А считать надо непростую математику, потому что, когда ты инвестируешь, смотрите, когда ты инвестируешь, очень важно понимать, что ты здесь в какой-то мере начинаешь работать на статистику. И твое мышление должно быть как хорошая страховая компания. Когда нет уже страховая компания, которая говорит, вот я буду везде выигрывать, угадывать. Поэтому это то, что касается математики инвестирования. Теперь то, что касается еще общего подхода. Я до того, как инвестировать, я смотрю, ну теперь нужно же определить, увеличить шансы, вероятность. Я что делаю? Я разделяю таким образом, визуально. Все инвестиции или рынки я делю на три категории. Не на три категории, а по двум параметрам. Первое – это глубина водоема. Вот представьте водоем, да? Глубина водоема и размер водоема. Размер, количество воды в водоеме. Так вот, размер водоема – это количество населения страны. То есть, любую страну я рассматриваю как водоем. Размер водоема или количество воды – это количество населения страны. Глубина – это доход на душу населения. Соответственно, чем больше водоем и чем глубже, тем лучше зарабатывать деньги. Почему? Потому что есть такое понятие – прилив-отлив. Есть такое правило – прилив поднимает все лодки. Независимо эффективный, неэффективный – все поднимает. Поэтому и прилив его легче предугадать. Но прилив он бывает только в океанах, в больших водоемах, глубоких. Такие страны я называю – это вот США и Китай. Это те страны, где реально они большие и глубокие, где можно на приливы поймать. То есть, если ты поймал тренд, ты можешь круто поднять. Даже будучи проинвестированным не в самую эффективную компанию отрасли. Это первый момент. Если водоем большой и мелкий, вот Индия – большой водоем, но мелкий, то на таких водоемах, как правило, есть шторм. Шторм – это большие волны. Большие волны тоже угадать сложнее, чем прилив-отлив, но можно. И на них можно хорошо заработать тоже. Но и потерять тоже большая вероятность. То есть, он более динамичный. Есть водоемы мелкие и большие. Вот, например, вот Индия сказал. А есть водоемы маленькие и мелкие. Казахстан – это маленький-мелкий водоем. Там количество населения маленькое, доходы населения не такие большие. Там есть только рябь на воде. Рябь поймать вообще почти невозможно. И поднять крупную волну тоже сложно. Поэтому до того, как я инвестирую, я смотрю на страну, куда я инвестирую, и смотрю, водоем большой или небольшой. Это второй подход. Третий подход – после того, как я определил водоем, я пытаюсь определить тренды. То есть, прилив-отлив волны. Как идет прилив? Ну, для этого есть много показателей. Дело в том, что когда уже на рынке идет хайп, то ты уже опоздал. Как правило, тренды, о них еще никто не знает. И уже в конце я прихожу к пяти основным показателям. Это, прежде всего, команда. Я смотрю, команда. Какая команда? Потому что хорошая команда даже из неудачной ситуации может вылезти в ноль. Ну, по крайней мере, ты даже если потеряешь деньги, много не потеряешь. Второе, я смотрю, это на боль, которую они решают, то есть проблему, которую они решают. Изучаю эту проблему, насколько это реально проблема и насколько это боль. И готовы ли люди платить за то, что им решат эту проблему. Третье, я смотрю, это на то, как они собираются монетизировать. То есть одно дело решать чужую проблему, а ты должен как-то жить, кормиться, жить. Как они это, то есть это модель, бизнес-модель бизнеса. Четвертое, я смотрю на свои возможности, потому что все люди, которые приходят с просьбой инвестиций, ко мне, они все переоценивают свои потенциалы и недооценивают свои возможности. Не возможности, а потребности. Вот, например, ко мне приходят просить миллион долларов. Я знаю из опыта, что бывает, очень часто, даешь им миллион долларов, через 2-3 года они приходят, они опять на мели, опять нет денег, не хватает, разрыв и так далее, и так далее. Почему происходит? Потому что я когда, сейчас когда инвестирую, я говорю, миллион, вам сейчас нужен миллион. А сколько вам нужно, чтобы выйти на точку безубленности? А сколько вам нужно, и вообще, когда вы прекратите привлекать деньги? На какой стадии? И для меня важно понять, не сколько инвестиций нужно в этом раунде, а сколько вообще инвестиций нужно в компании. И потом уже беру и думаю, какова вероятность, что найдутся еще следующие инвесторы? Потому что, если следующий инвестор не найдется, то мне опять придется их поддерживать. Соответственно, я считаю потенциально, сколько я должен еще довложить. И часто бывает так, что сейчас просят миллион, но чтобы компания вышла на успешную траекторию развития, ему на самом деле потребуется еще 4 сверху. Я так думаю, так, 5 миллионов на такую компанию, на такую страну, готов я рисковать или нет? Если я уже готов это все, то только тогда я даю миллион. Потому что я не хочу оказаться на раскорячку в ситуации, когда ты дал миллион, и чтобы его спасти, ты должен еще дать 2, потом еще что-то. Но все же, возвращаясь к вопросу про неуспешный проект, вы же следователь, изучатель... Да, по неуспешным проектам там свой алгоритм действий. Когда я вижу, что проект неуспешный, там много показателей, то первое, что я делаю, одно из свойств любого успешного предпринимателя, это умение проигрывать и быстро фиксировать убытки. Убытки нельзя растягивать, их надо фиксировать очень быстро. Нельзя просто тянуть, надо это быстро зафиксировать, страницу переворачивать, деньги вытаскивать и вставлять там, где у тебя хорошо получается. Поэтому любой проект я закрываю очень быстро, первый момент. Второй момент, я обязательно делаю уроки, извлекаю уроки, анализирую, почему я туда зашел в этот проект, первая причина. Второе, я анализирую, почему проект стал убыточным и смотрю разницу. Очень часто бывает так, что когда я заходил, ситуация на рынке была одна, и мы владели одним видом информации, а в процессе деятельности вскрылась новая информация, и она не позволила нам достичь. То есть первый критерий неуспешности, это мы не до конца провели дью-дью-дью-выберс, получается. Нет, вопрос не в этом. Вы всегда будете иметь определенное количество неуспешных проектов в портфеле, с этим надо смириться. То, что у вас будут всегда ошибки, с этим надо смириться. Другой вопрос, что ваша задача анализа для того, чтобы каждый раз эти ошибки вам обходились дешевле и дешевле. Они у вас будут, просто нужно, чтобы они обходились дешевле и дешевле. А те, где вы не ошиблись, нужно, чтобы вы оттуда усидели дольше и дольше. Потому что проблема многих бизнесменов, они находят прибыльные проекты и долго не могут усидеть, быстро там подняли 100% и соскочили. А это может быть только начало, может быть взлет только впереди. Поэтому, с одной стороны, работая над ошибками, ты делаешь что? Сокращаешь убыток от ошибок, а работая над положительной стороной, твоя задача усидеть как можно дольше. То есть, если под тобой дурная лошадь, то на ней нужно скакать как можно дольше. Поэтому, вот здесь, когда я анализирую ошибки, я всегда смотрю, почему я зашел. Если я провисил лимит по убыткам, почему я долго сидел, не зафиксировал убытки, и почему проект стал убыточным. Спасибо. Вопросы, аудитории, кто готов? Меня зовут Хикмат, я предприниматель, лет 15 занимаюсь бизнесом. Вот с Музафаром, с партнером мы занимаемся торговлей. Мне очень понравилось, что вы сказали в M-Factor, что в торговле есть баракет. На самом деле, наш первый такой более-менее серьезный бизнес, это был бизнес, поставленный из Китая. Мы везли из Китая оборудование, назвали прям «Китайский торговый дом», и он нам дал первый наш капитал. Потом мы создали сеть коворкингов, помогаем предпринимательству развиваться малому и среднему бизнесу. Еще в сложные годы, вы, наверное, наблюдали, как у нас было нелегко, с 2006 года мы занимались бизнесом. И занимаемся, продолжаем заниматься. И один из наших проектов – это частный предпринимательский университет. Мы открыли Team University. Здесь вот есть сооснователи, очень много людей, кто из Book Cafe вложился в этот проект, и не только из Book Cafe. Я хочу перейти к вопросу. У вас очень много интервью, я смотрел с удовольствием, много чего изучал. Год назад вы дали интервью в Алмаю. И Алмаю – это очень интересный проект. Мы с Ассалбейкой знакомы, учились. Мы с Музафаром объездили весь, наверное, регион, и дальние страны, и ближние, чтобы понять, что такое частное высшее образование. И мне очень импонирует то, что в Казахстане очень много частных вузов. И в этом проекте год назад вы инициировали инвест-клуб. Я посмотрел обе серии, где вы взяли такую вот группу интересующихся… Это школа практического инвестирования. Да, школа практического инвестирования, и где вы с ними идете по построению навыков, инвестиционных навыков. Мне кажется, это очень правильный такой проект, потому что можно в теории много что изучать, а тут на практике. Я, во-первых, хочу узнать, каковы успехи за год, потому что это очень рискованный проект. Молодые люди не умеют вкладывать, и у них нет терпения. И второе, может быть, вы нам поможете что-то похожее сделать у нас, в Team University, потому что мы первый частный предпринимательский вуз, и у нас практически нет опыта, как строить крутой университет. Вот такой вопрос. Ну вот смотрите, с образованием я очень тесно связан. Мы в свое время, я проинвестировал 8,5 миллионов долларов в создание школы Хеллибери в Алмате. Но я там не один, нас, по-моему, 6 или 7 человек. Это был благотворительный взнос. После этого я стал акционером крупнейшей частной школы в Казахстане, Thomas Education, 3,5 тысячи учеников. Если вы посмотрите Forbes, то и Хеллибери номер один, и Thomas номер два идет. Две крупнейшие школы в Казахстане, я акционер. Потом я стал акционером, небольшим, правда, и спонсором Алма-Ю университета бизнес-образования. Почему? Потому что меня в целом интересует область образования. При этом я еще был инициатором группы по созданию концепции школы будущего, где собрал и объединил всех людей неравнодушных, которые переживают и думают за будущее образование. И мы работали, я не помню, месяца 4 или 5, вырабатывая концепцию. Я, честно говоря, сейчас скептически отношусь к оффлайн-образованию. Хотя сам полностью по уши там тоже, но достаточно скептически отношусь, потому что я вижу динамику, как движется динамика. Я сейчас больше сам лично концентрируюсь на онлайн-образовании. Меня очень сильно возбуждает возможность и желание сделать, скрестить образование с три вещи. Образование, эффективность и игры. геймификация. Смысл такой, что так как я даю все знания в отношении эффективности, я хотел бы сделать образование таким образом, чтобы она была игра, и когда человек, чем больше он играет в эту игру, тем более он эффективный в оффлайн-жизни. У нас же как обычно, сейчас игра у нас какая? Игры очень увлекательные, но чем больше ты там проводишь времени, тем меньше ты в обычной жизни успеваешь. И, соответственно, отсюда конфликт, родители ругают, жена ругает и так далее. А играть-то хочется, интересно, я сам играю во многие компьютерные игры. Но я подумал, блин, с одной стороны, есть страшный мотиватор в виде игровой механики, с другой стороны, есть оффлайн-жизнь, где ты должен быть успешным, кормить семью и так далее. С третьей стороны, есть моя образовательная платформа, где я качаю вопросы эффективности и так далее, и так далее. Я хочу вот эти три скрестить в одну, чтобы человек, проходя этапы, он становился круче как в игре, так и в оффлайн-бизнесе. И тогда вопрос, чтобы даже бизнесмены, когда берут на работу сотрудников, могли сказать, ты на каком уровне игры? Он говорит, я седьмой уровень. Он уже представляет, это значит седьмой уровень, он уже прошел столько-то, он может вот это, он может руководить, команду строить и так далее, уже вот это. То есть, почему? Потому что нынешние аттестаты не ценятся и уже новой информацией. Раньше к аттестатам был вкладыш с оценками ученика, студентов, какие предметы он прошел. Сейчас это уже на это никто не обращает внимание, ни на диплом, ни на вкладыш, вообще ни на что. И плюс, концепция сейчас пошла такая, lifelong learning, то есть образование становится уже на протяжении всей жизни, и я всегда был сторонником того, что у меня даже лекция есть, называется о вреде лишних знаний. Знания нужно получать вот как дробное питание. Тогда, когда проголодался, тогда и нужно. Вот у тебя есть проблема, ты получил знания по этой проблеме, решил, дальше работаешь. Еще следующая проблема, получил, дальше работаешь. То есть, как дробное питание. А то, после Советского Союза у нас как, плотно наедаешься пятилетним университетским образованием, и на этом ты должен всю жизнь жить. Ну, это неправильно. Поэтому отношения базово-скептические. Я думаю обо всем этом. Плюс в университете Алма-Ю я тоже об этом говорю, что, ну, пока они не перестраиваются, у меня там нету прямого влияния. Ну, я как член попечительского совета, ну, там нас, по-моему, человек 7-8, ну, у них здания, сооружения, я же не могу сказать, все, прекращайте. Но, пытаюсь их тоже подтолкнуть в этом направлении. У меня был опыт создания, я создал Кайдзен-центр Казахстан, он очень активно развивается в Казахстане, очень успешно. Теперь, то, что касается вообще школы практического инвестирования, о котором вы задали. Я создал, собрал аудиторию, там, наверное, человек было 100, может быть, сможет, 150, я не могу сказать, людей. Идея была такая, я им сказал, ребята, вы все объединяетесь, создаете фонд, я там не участвую, я вам даю только лекции, знания, обучаю вас. Потом, вы как фонд создаете, нанимаете юридическую компанию, и юридическую компанию, мы сделаем тендер, они будут приходить вам, презентовать свои услуги, вы выбираете юридическую компанию на практике, я буду только курировать и показывать, на что обращать внимание, на что нет. Потом выберем также аудиторскую компанию, потом выберем банк, после того, как вы выберете, вы деньги туда скидываете, я объявляю, и сюда приносят все проекты, бизнесмены приносят, и перед вами презентуют и защищают. Вы смотрите и голосуете, инвестировать, не инвестируете, и так далее. И от имени вашей компании, фонда, инвестируете. И выбираете менеджмент, кто будет контролировать. Но я просто как ментор рядом с вами иду, но моего участия финансового нет. Никакого, вы мне не платите, я вам не плачу, никаких ответственностей нет. Я провел несколько лекций, несколько занятий, причем подолго, по 4-5 часов проводил. Мы провели тендеры, выбрали лучшую юридическую компанию, мы выбрали лучшую аудиторскую компанию, мы выбрали банки, а все это, но в конце, когда уперлась, нужно было регистрировать уже конкретно ТОшки, там люди не договорились, мягко скажу, не договорились, а почему мы должны, я должен столько платить за юристов, а зачем сейчас им платить, мы еще ничего не зарабатываем, у нас уже расходы и так далее, и так далее. И, короче, я сказал, ребят, так, ребят, когда зарегистрируйте, тогда пойдем дальше. Все, на уровне регистрации все сдохнет. то есть, отсюда я сделал вывод, что так не работает. Я сейчас открываю, еще не сейчас, но планирую открыть, у меня, я создаю экосистему, при экосистеме у меня сначала 8 аккаунтов, у меня 8 аккаунтов в социальных сетях, куча подписчиков, потом дальше они переходят на мою образовательную платформу Маркулан.инфо, где я даю кучу видеолекций. Дальше люди, если хотят получить не знания, а хотят практическое применение, результаты, они переходят в бизнес-школу, бизнес-школа 15 апреля запускается. Дальше они, как закончили бизнес-школу, им нужно вот так тусоваться на территории по миру, они переходят в бизнес-клуб. Бизнес-клуб мы создаем вместе с Женей Черняков, с Big Money, это у нас общий бизнес-клуб, это уже среда общения. После бизнес-клуба я делаю инвест-клуб. Вот инвест-клуб, что такое инвестиционный клуб? Инвестиционный клуб достаточно дорогая вещь, пока мы обсуждаем в районе 12 тысяч долларов в год членства, но что получает член инвестиционного клуба? Он получает окошко на мою инвестиционную кухню. Я беру деньги, 3-5 миллионов долларов и говорю, вот ребята, я сейчас начинаю инвестировать. Я каждый месяц говорю, куда я собираюсь инвестировать, почему инвестировать, на каких принципах и так далее. Во-первых, люди это видят, раз. Во-вторых, я нанимаю аудиторскую компанию для аудито, для дюдилэдженса, для технического аудита, какую-то компанию выбираю, делаю аудит и сам плачу эти деньги, члены клуба не платят. Но результаты этих аудитов дюдил я вывешиваю в группе, они получают бесплатный доступ к аудитам, дюдил и так далее. Все. Второй момент. Третье. Когда я договариваюсь с какой-то компанией, я говорю, например, 500 тысяч инвестирую я, но у меня должен быть опцион на 500 тысяч, чтобы могли проинвестировать мои же члены клуба по той же самой цене. У меня преимущество в том, что когда я договариваюсь об инвестициях, я обычно получаю хорошую цену. Почему? Потому что в инвестируемой компании я чаще всего становлюсь еще и ментором. Соответственно, шансы еще больше возрастают и, соответственно, люди мне еще дают, я еще поддержку даю через соцсети, соответственно, я хорошую цену обычно получаю. Соответственно, чтобы не самому, а члены моего клуба еще могли зарабатывать, я 500 тысяч сам инвестирую, прихожу в группу и говорю, ребята, по такой-то цене я договорился, я свои 500 ставлю, кто хочет со мной ставить, вот реквизиты напрямую инвестируйте, оформляйте на себя. Я вас тишина не касаюсь. Все. Дальше ежеквартальный отчет, мой менеджмент контролирует эту компанию и ежеквартально отчитывается о движении этой компании, о достижениях, что делали, что не сделали. Там будет транслироваться совет директоров в группе, где мы обсуждаем и я говорю там изменить стратегию, не изменить, что делать и так далее. Все это члены без клуба в группе могут видеть, как прошел совет директоров, что я предлагал, что это, куда компания движется и так далее. И получается, человек, покупая годовое членство, он как бы просто как рюкзак мне на спину прыгает и все, и все видит, все слышит и параллельно со мной может заработать. Вы как-то фильтруете, кто могут быть членами клуба? Конечно, я буду фильтровать, потому что там будет заявка. Вот сейчас у меня, например, на наставничество заявки где-то около 700 человек. Это при том, что годовое наставничество стоит 10 тысяч долларов. И я там смотрю, чтобы доход человека, чтобы ему эта сумма не была критичной. Потому что некоторые пишут, я возьму кредит, оплачу наставничество. Вы что, гоните что ли? Какой кредит? Вы возьмете кредит, потом от меня будет требовать, чтобы я из вас миллиардеров делал? Да нет, так не работает. То есть обязательно будет вопросник, у вас должна быть сумма достаточная для инвестирования, чтобы не было на борту просто пассажиров, которые просто хотят наблюдать. Это не школа, это инвест-клуб. Если хочешь школу, бизнес-школа, она стоит гораздо дешевле, там кураторы, преподавательные тьютеры, бати, и там тебя обучат всему это. А инвест-клуб, ты инвестор, ты должен показать, что у тебя есть деньги, что ты готов, и плюс параллельно двигаться. Всего. Вопросы? Здесь вообще совокупная капитализация, наверное, участников несколько сот миллионов, может быть, миллиардов. Правда, здесь тоже работает закон Паретто, поэтому, да, я думаю. Дай бог, чтобы были миллиарды, когда я проводил свой 39-й год, рождение, я сделал для своих друзей такую игру, золотая лихорадка. Смотрите, прикол. Мой день рождения, 39 лет, всем своим друзьям, близким, но я, конечно, не по капиталу их звал, отправил ковбойцы на лошадях, прям ковбойский шляпь по городу Алматы, куча ковбойцев поехала там, 15 друзей я позвал, они поехали на лошадях, в офис к ним заходят, там шпуры, сапоги, и вручают папирус, там читают, маргуан, и там история была такая, что я якобы все бросил, уехал в Глухомань жить, там первое время еле выживал, в конце нашел золото, золотой впрыски, там поднялся, стал местным олигархом. Короче, теперь поднялся, зову их к себе в гости. Но они не знают, что будут делать. Их задача завтра в 6 утра прийти в аэропорт. Все. Ни билетов, никуда, не знают где. И они приехали в аэропорт, в 6 утра их посадили на чартер и в Усть-Каменогорск. А Усть-Каменогорск, знаете, да, ну, Сибирь почти. Прилетают, их сажают, везут в отель, там написано, добро пожаловать в отель, и так далее. Следующую инструкцию вы найдете в этой комнате. Все. Какая инструкция там? У одного, например, инструкция гласит так, пойдите купите патроны на медведей. А в городе три охотничьих магазина, я с одним договорился, ну, не я, организаторы договорились, что если придут просить патрон на медведей, он дает патрон, и в одном патроне записка с следующим этапом. А у кого-то в шкафчике там как-то тоже замаскирован. Короче, и у каждого как дальше, они же не знают, что делать. Идут в магазин, и у продавца спрашивают, у вас есть патрон на медведей? А я знаю, что всего три магазина, он в одно пойдет, тот скажет нету, в другое пойдет, тот скажет нету, он придет к третьему и найдет, короче. И, короче, они таким образом собрались в одной точке там, у Скаменогорска, 20 километров, но разными путями. Их всех грузят на газ 66, Шишига с таким низким кунгом и по колдобинам везут, там то, все это везут. Должны были вертолетом вначале, а там туман был, снег, вот такие хлопья шли 2 ноября, и их везли, короче, привезли, в одно место сгрузили, этот уехал. Они остались в лесу на опушке, вообще снег идет, мороз, а они Льюи Виттон, Гуччи, Эрмес, одежда. Самокупный капитал моих гостей был в районе, по тем временам, около 7-8 миллиардов долларов. А вон там банкиры крупнейшие, там этот. И хорошо, там несколько миллиардеров, прикинь, это глухомай. Там стоит индейец в лесу, курит трубку. Это мы еще фильм снимали. 67 человек были задействованы в этом деле. МЧС, операторы штука, 11 операторов. Скрытые камеры. Индейец говорит, что делать? Он говорит, не знаю. Но здесь были белые люди, каких-то коней оставили. Может, они вам помогут. И они идут в лес, находят там квадроциклы. Находят квадроциклы, заводят, начинают ехать, а у них бензина нет. Приходят к этому индейцу, где бензин взять? Он говорит, я не знаю, что такое бензин. Какие-то вот емкости стоят. Эти там емкости и шланги. Они все напились бензина, все. Короче, заправили. После этого индейец говорит, когда вы будете ехать, когда вы будете ехать, смотрите на какие-то знаки. Если что-то необычное, то там могут быть теплые носки, одежда, либо питание. И вот, короче, они ехали, закончили на горе, потом по тросу спускались через бурную реку, потом час плыли на катамаранах, промокли все полностью. Сейчас на катамаранах, потом вылезли им целый рог водки, они выпили водки. После того, как выпили, им сказали, говорит, а он говорит, что дальше двигать? Я говорю, не знаю, ничего. Вон на дереве бутылки висят от виски. Там какие-то записки. И они должны были с мелкашки, дерево высоко, здесь не нужно сбить эту бутылку, а там записка. Короче, если не сбил с 3 патрона, не сбил, то можешь подняться на гору, к бабке какой-то, она знает ответ. Они поднимаются туда, кто не попал. Поднимаются туда, бабка говорит, вот тебе еще один патрон, больше ничего не помочь не могу. Короче, потом приходит записка, там нужно взять лошадей, едут на лошадях, а там спереди идет в лесу человек с рогом горный. И они на звук должны за ним идти. Еще час. В конце приходит, короче, там река, и я 20 метров участка закопал там золото в разных местах. И они должны, кто первый придет, тот застал бить 50% речки, кто второй 50%, а то 50% и вот так. Но не факт, что ты первый пришел и у тебя больше шансов, ну, больше золота. В конце оказалось, что тот третий пришел, тот нашел главный приз. Ну, вот такое, день рождения. Я к тому, что самокупный капитал, это было, какому? В 2006 году. Ну, они с вами общаются? В пятом году. Они офигели, это было такое, да, они офигели, это что за, блин, постоянная неизвестность, постоянно. Вот я их из зоны комфорта выдержал, так и вот. Они думали, это, ну, день рождения, там, чартер, начало было неплохое, а в конце, а в конце уже назад не могут съехать. Смотрите, как сейчас происходит бизнес. Раньше бизнес был такой, у тебя есть завод, ты что-то произвел товар, все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое, захват внимания. сейчас так много товаров на полках, что самое главное захватить внимание. Это дистрибьюторские компании, FMCG компании давно прочухали, даже появилась специальная специальность, называется мерчендайзинг. Мерчендайзинг, кто к розничной торговле имеет отношение, прекрасно понимает, что такое. Мерчендайзинг – это борьба за полку, чтобы покупатель в нужное время увидел именно твою продукцию. Это борьба за полку. Теперь это захват внимания. Первое, сейчас что требует, захватка. Второе, ахамдуллах. А второе – это удержание внимания. Удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный, крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное, что-то, эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое – информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе – информация о том, как им пользоваться. Третья – информация о том, как легко его купить. Вот, то есть третий шаг, ты продаешь информацию о товаре. И четвертый уже шаг, ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. Почему вот, когда говорят мне, вот вы занялись блогерством там и так далее, я говорю, ребята, в конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будут только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что, когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь, под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Вот как Кенни Уэйст, бывший муж Кардашьян, там бешеные деньги заработал на кроссовках каких-то. Да так же он может хоть на чем заработать, какая разница. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это будущее, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стригет других. Раньше мерились длинной, ну как помягче сказать, яхт, сейчас количеством подписчиков, да? Раньше мерились длинной яхт, сейчас количеством подписчиков. На самом деле многие люди недопонимают, что количество подписчиков, это на самом деле, смотрите, я вывел такую форму, количество подписчиков и уровень доверия, это является твоей капитализацией. Почему? Потому что есть люди и много таких, у которых много подписчиков, но они, грубо говоря, нихрена им продать не могут. Ну и грош цена таким подписчикам, особенно те, которые, артисты любят накручивать себе, там, через конкурсы, викторины, там, айфон разыгрывать. Эй, ты накачал подписчиков, должна быть цель для чего? Для чего качать подписчиков? Какой толк, если ты их продать не можешь? Они думают, что они будут зарабатывать на рекламе. Но рекламодатели не дураки же, это же бизнесмены. Они приходят, берут метрику твоего аккаунта, смотрят, сколько лайков на пост, сколько комментов на пост, смотрят реакцию аудитории на твой пост и так далее. И скажут, слушай, у тебя, конечно, там 5 миллионов подписчиков, но я тебе заплачу, как будто у тебя 10 тысяч. Поэтому очень важный параметр. Первое, количество подписчиков. Второй важный параметр, доверие. Насколько подписчики готовы реагировать на твой призыв что-то купить. И вот это дает твою капитализацию. Так вот, эта капитализация, это реальный бизнес и реальные деньги. Причем, я считаю, что в этом такой потенциал, что, условно, возьмем феномен Кардашьянов. Они же миллиардеры. Что у них есть? Кто-нибудь может вспомнить? Какой-нибудь завод, фабрику, кроме большой жопы, извиняйтесь. Тоже капитал. Только количество подписчиков. Количество подписчиков. Количество подписчиков, и они любой бизнес могут вот так раскрутить. Вот так. Сейчас еще растет новое поколение молодежи, и COVID этому помог. Что люди перестали ходить в магазины. Все онлайн покупают. Я сам большинство товаров покупаю через Amazon. С Америки мне везут даже, там, этот, бальзамик, оливковое масло, я все покупаю с Amazon. Это я живя в Алма-Ате, не говоря про одежду и так далее. Перец, специи какие-то там, японскую стрибу, я все с Amazon покупаю. В наших магазинах я покупаю только хлеб, молоко, сметана, такие вещи. Но они, как правило, кто-то знает розницу, это, как правило, не маржинальные продукты. Это те, которых привлекают покупателей, но на них сети не зарабатывают. Так вот, я считаю, то, что у нас всех коснется, это молодежь, она перестает. Особенно в Казахстане это хорошо начинает заметно быть. В Америке сейчас даже карандаши, ручки заказывают через Amazon. Если посмотрите, вот в американских городах, когда едете, уже раньше такая была сцена. Американские дома и газеты лежат на газонах. Мальчики бегут, а сейчас посылки Амазона. Вот по улицеешь, посылки, 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 посылки. Потому что люди покупают все онлайн. И это коснется всех нас. Независимо это казахский бизнес, узбекский бизнес и так далее. Поэтому я точно сейчас отхожу от оффлайн бизнеса. Я считаю, что оффлайн бизнес, знаете, чем плохо? Тем, что твоя маржинальность будет падать всегда. Просто все время будет падать, падать, падать. Более того, в оффлайн торговле тоже маржинальность будет падать. В Америке Amazon практически пожирает Walmart. Он просто пожирает реально. Поэтому маржинальность будет, вообще, маржинальность всего оффлайна будет падать. Всего оффлайна. Всего онлайна будет расти. Сейчас я буквально вчера, позавчера статью читал. Наши ребята мои изучают, аналитики. Одна компания продала виртуальных, 600 пар виртуальных кроссовок за 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ребята, 600 пар виртуальных кроссовок, которые невозможно одеть. Это кроссовки, которые вы берете, очки дополненной реальности, меряете их, вам классно сидят, подходят. И все, и вы хозяин этих кроссовок. Но с ними ничего больше сделать нельзя. На 3 миллиона 100 тысяч они продали кроссовок. Или сейчас мне предлагают NFT-коин выпустить под мою платформу. NFT-коин. Есть биткоин, есть блокчейн и биткоины. Биткоины это, там есть токены. Биткоин это токен, этериум это токен. Что такое токен? Токен это думают, некоторые люди думают это монета. Нет, токен это строчка надписи. Что я передал, например, Алишеру. Вот это один токен. Одна надпись, один токен. Так вот, проблема, не проблема, а свойство блокчейна и криптовалют. То, что это токены, они взаимообмениваются. А NFT-токены это non-fungible tokens. Они не обмениваются. Каждый токен уникален. Если вы смотрели, Банкси, сейчас художник, он взял, нарисовал картину, перевел это в NFT-токен и сжег картину. Картины сейчас он продал за 85 миллионов долларов. Но пока рекорд установлен, одна картина была продана за 69,1 миллион долларов. Виртуальная картина, основатель твиттера, Дорси, продал свою первую надпись, свой твит. Тоже через NFT-токен. Илон Маск недавно хотел продать свою музыку через NFT-токен. Вот куда мир идет. Там все деньги. Там такие деньги. Причем капец. Думаешь, слушай, 600 пар самых крутых кроссовок в мире не будет стоить 3 миллиона 100 тысяч. А там стоят. И более того, сейчас еще мир идет в пользу игр. Я просто знаю очень много игр, очень много игр, где целое сообщество, где вот недавно только мы разбирали одну игру. Я император называю. Это игра, совмещенная с социальными сетями. Где там целые страсти кипят нереально. Люди женятся друг на друга. Там настолько плотно у них общение. Они в Телеграме обвиняются стратегиями. У них ролик, кто что делает в этой игре и так далее. И там ходят реальные деньги. Мой племянник говорит, недавно мы бились с одним кланом. Так у этого корейца доспехи на миллион долларов. А я говорю, откуда ты знаешь, что это миллион долларов? Он говорит, там есть таблица доспехов с ценами. У нас официальная таблица. Хочешь доспех купить, это стоит 100 тысяч долларов, 10 тысяч, 5 тысяч долларов. И у него доспехов, говорит, на миллион долларов. Или недавно продали скин на автомат, по-моему, Counter-Strike или Fortnite. Автомат, там же, скин это покраска автомата. За, по-моему, за 2,6 миллиона долларов. Покраска автомата в виртуальной игре. Можете представить? За 2,6 миллиона долларов. Вот куда движется мир. А мы оффлайн, я смотрю, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу предпринимателей с заводом, который я обойти не могу пешком. И которые, блин, еле-еле концы с концами сводят. Ну, это же вообще как-то... Ну, проблема в том, что мы не можем судить о справедливости или несправедливости в этом плане. Я же не так, что если я буду говорить, нет, это несправедливо, я не буду туда инвестировать, но это совсем не значит, что мир туда перестанет идти. С этим ничего не поделаешь. У меня такой вопрос по поводу shared economy и owned economy. Вот тенденция на Западе, которая происходит, активно очень. Это вот последняя Generation Z, она не заточена по тому, чтобы чем-то владеть, они что-то арендуют обычно. Они не владеют домами, они не покупают автомобили, они берут одежду в аренду. Какие перспективы вот этого рынка вы видите в нашем регионе? Светит ли нам это и как скоро это будет? Или мы остановимся сначала, дойдем до ownership economy, а потом будем переходить плавно, как и на Западе, на shared economy? Или мы сразу перейдем на этот этап? И на рынке у нас вот сейчас с партнером бизнес аренда автомобилей, у нас такая вот дилемма встала, должны ли мы идти в сторону харда или железа и владеть своим парком, либо мы должны сфокусироваться на платформе и привлекать инвесторов на железо. Смотрите, sharing economy – это еще один знак, который показывает изменение интересов людей. Люди уже не хотят чем-то владеть, потому что люди понимают, что любая автомобиль – это просто железяка, ровно до тех пор, пока он не довезет меня из точки ВА в точку В. Соответственно, люди не хотят этим владеть, люди хотят оттуда извлечь только пользу. Их интересует только польза, а не автомобиль. Соответственно, если я могу на Uber с точки А в точку В поехать, то зачем мне владеть Мерседесом, если есть Uber, там, какой-то VIP, что ли? Ну раз, поехал, вот еще. Смотрите, еще такой момент. Есть такой феномен. Чем беднее человек, тем сильнее он хочет иметь. Это такое правило. То есть он хочет владеть. Владеть автомобилем, владеть домом, владеть всем, владеть. Это психология бедного человека. Проблема – вот эта психология загоняет его еще больше в долги, потому что любое владение, они не считают стоимость владения. Потому что с момента, как ты что-то купил, с этого момента ты попадаешь на налоги по автомобилю, на ремонт, на обслуживание, на водителя и на аварию, страховку, и понеслась. То есть это любое владение. Мне как мой один товарищ купил однажды зажигалку Давидов. Крутая зажигалка для сигар. 700 баксов. Пришел, позолоченный, на стол положил. Я говорю, ну, ясно, на 5 штук попал. Я говорю, да нет, ты что, это зажигалка, супер, дорогая. 700 баксов я купил. Какие 5 штук? Я говорю, я об этом и говорю. Купил ты за 700, но тебе выйдет в 5 штук. Да нет. Как она мне может выйти? У зажигалки 0 стоимость владения. Я говорю, да, у зажигалки 0 стоимость владения. Но ты ее купил не для того, чтобы огонь извлекать. Ты же ее купил для того, чтобы вот так ложить на стол перед кентами. Согласен? Согласен. Хорошо. Значит, ты должен что-то теперь поджигать. Ты же должен поджигать сигару, а он сигары курит. Ты должен поджигать сигары же при кентах. Иначе ты просто положишь, не подожигаешь. Это что, просто понты? А здесь ты как будто бы ее купил, как зажигалку. Поджигаешь, хорошо. Ты при мне не будешь курить дешевые сигареты? Сигары. Ты же будешь при мне курить Давидов, там какие-нибудь там дорогие сигары. Согласен? Согласен. Сигары сколько стоят? Во-первых, их в Казахстане нет, ты их будешь заказывать в Америке, в Амазоне. Они стоят дорого там. 500 до 1000 баксов стоят там 3 штуки или 4 штуки, по-моему, дорогие. Хорошо, дальше. Сигары же, они высыхают, значит тебе нужен хомидор же. Хомидор это 2,5 минимум. Начинается от 2,5 до 5000 баксов хомидор для хранения сигарет. Сигар с определенной влажностью, температурой. Так, так. Дальше. Чтобы сигары при курить, нужен же катер. Катер тоже от 300 до 500 долларов. Катер. Так, так. Дальше. Ты вот это все покупаешь, это же доставка. Доставка. Дальше. Когда ты это все куришь, ты же не будешь сухую, ты же обязательно закажешь коньячок либо вискарик. Так? А я закажу в это время чай, причем ягодный. Ты каждый раз при встрече со мной будешь попадать на вискарик либо на коньяк. Так? Ну, так. Потому что Черчилля все показывают картинку, Черчилля макает сигару. Ты как можешь так не делать? Вот и вот, говорю, минимум 5 штук тебе вылезает эта зажигалка, минимум. И это есть та невидимая цена владения, которую бедные люди не могут считать. И поэтому они попадают еще больше. У меня в этой истории самый крутой чувак, это человек, который ему продал зажигалку. Что продал? Зажигалку за 700 долларов. Нет, нет. Я даже подарки такие не принимаю. Я даже не принимаю в подарок вещи, которые имеют последующую большую стоимость. Спасибо. Вопросы? Лазарьки. Человек, который тратит много денег в виртуальном мире. Два бизнеса, да? Бизнес и стартап. Бизнес, который имеет там метрики зарабатывания денег, я сейчас вложил, вот я каждый месяц там, и у меня есть какой-то период, когда я вытащу деньги. И стартап, в который ты инвестируешь только потому, что метрики совершенно другие, подписчики, мембры определенные, ценности совершенно другие. Так вот те ребята, с которыми я работаю со стартапом, они не управляются вообще KPI-ми. Они не только другие с точки зрения покупателя, они другие с точки зрения работников мышления. И вот если там, там управляются только на основе ценностей и идей, куда они там в состоянии потока все прут, и становится страшно за деньги, потому что тут кто кого выгуливает, я собаку или собака меня, да, каждый вечер. И тут собаки нету, но я когда наблюдаю, и тут надо просто на самом деле, вот вы когда стартапы смотрите, мы на самом деле убираем MPV, вот это вот ROI и все прочие вещи, и прям инвестируем в идею, в надежду, что она вот стрельнет, и кто-то большой купит вашу аудиторию, а или все-таки вы смотрите на показатели каких-то денежных потоков, чтобы привести их в какой-то порядок, в какой-то процесс все, вообще не управляемся с точки зрения, как только вы начинаете пытаться им про деньги говорить, вы их потеряете сразу, да? Нет, смотрите, у меня есть фонд, Asadel Venture Fund, мы когда инвестируем, мы сразу обговорим четыре вещи, которые занимается фонд, исключительно только фонд, с любым стартапом, вернее мы не инвестируем в стартапы, мы инвестируем в IT-компании на стадии early growth, ранний рост, это когда у компании уже есть MVP, у компании есть монетизация, у компании, компания уже приблизилась к точке безубыточности. Так вот, в этот момент они уже, как правило, проели деньги 4F, friends, family и full 3F, они это уже проели, они уже проели seed round, они подходят 3A round, и в этот момент они уже делали 2-3 pivot point, уже нащупали вроде нишу, уже надо расти, уже все есть, уже клиенты есть, монетизация начинается. Это не точка безубыточности, потому что очень далеко, тот кешфлог, который они получают, намного-намного меньше, чем деньги, которые они сейчас так вот тратят. Так вот, мы заходим именно вот на этой стадии и обговорим 4 вещи, что мы отвечаем за 4 вещи. Первое, мы что обговорим, что мы отвечаем за финансовую дисциплину, потому что стартаперы не умеют считать деньги, раз, во-вторых, очень часто путают свой карман с карманом компании, поэтому финансовый директор всегда наш, первое. Второе, мы отвечаем за процедуры. Почему процедуры? Потому что чем отличается семейная компания от корпораций, то, что в маленькой семейной компании и в стартапе, в том числе, менеджмент осуществляется таким образом. Э, Алисер, давай, она на вас выше, давай, ты вот это, давай, сегодня ты вот этим займись. А в корпорации, никто никому не указывает, все прописано, стандарты, процедуры, функционал, понятные права и обязанности. Поэтому мы отвечаем за процедуры. Третье, я извиняюсь, но эти процедуры уже не дадут гросс-хакинг, то есть быстрый рост, если они будут постоянно по процедуре все спрашивать. Нет, 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 процедуры есть разных уровней. Условно, прописать миссию компании, условно, прописать основные принципы работы компании, это тоже процедуры. Правила поведения, правила запуска продукта, это тоже процедуры. Тот же Scrum и Agile, это тоже процедуры. То есть это все процедуры. Одно дело, когда люди просто делают, а другое дело, когда в рамках Scrum они проводят планерку, пятиминутки, спринты, есть начало, есть конец, кто ответственный, как проект, кто руководит проекта, кто спонсор проекта. Правило сказать, да? Ну, то есть это тоже процедуры. То есть любая группа людей эффективно, если есть ролевое распределение роли, функционал и так далее. Поэтому это то, что у стартапов часто не хватает. Зачастую стартапы, это люди, которые собираются, горят к одной идее и все остальное насрать, грубо говоря. Мы их причесываем именно так, чтобы придать вектор направленности их мышления, действий, все в одном направлении. Поэтому мы отвечаем за процедуры, мы отвечаем за финансовую дисциплину. Еще одно наше прерогатива, это мы получаем отчетность, ежеквартальную отчетность. Мы приучаем их ежеквартально сдавать нам отчетность, заранее фиксированную стандартную отчетность. То есть отчетность у нас стандартная. Там есть определенные показатели, рост числа пользователей, LTV, NPS, там, ну, свои метрики. Все. Они должны научиться это извлекать и заполнять. И в том числе финансовые показатели, бюджеты и так далее. Мы это приучаем. И четвертое, мы отвечаем за стратегию. Обязательно стратегия не утверждается без меня. То есть я, как член совета директоров, в любом IT-проекте я участвую в разработке стратегии, потому что я говорю, что, ребята, я смотрю не в рамках одной компании, я смотрю в рамках отрасли, экономики, страны и мира. Поэтому ваш взгляд всегда будет лучше, чем мой. Потому что, когда вы 8 часов работаете, это не из-за того, что я умнее, а из-за того, что когда вы 8 часов работаете и пишете код, я в это время читаю статьи, журналы, анализические обзоры. Поэтому я участвую в определении стратегии. Это я сказал три на самом деле, потому что вот эта отчетность и финансовая дисциплина это одно. И четвертое, чем мы занимаемся, это риск менеджмент. Риск менеджмент это то, чем не занимается никто из малых компаний, особенно IT-компаний. Они, во-первых, не могут описать риски, не могут просчитать все риски, увидеть все риски и так далее. Поэтому У вас человек есть для этого? Да. И я сам занимаюсь, и есть люди. А этот отчет можно взглянуть на эти, как вы строите KPI по ПО, ЛС-ТВ и там? Ну, отчет дать, наверное, точно не сможем. А взглянуть можно? Потому что это касается и самих компаний, и чтобы конкуренты не увидели. А шаблон? Шаблон без цифр. Без цифр посмотреть. Шаблон, я так скажу, в принципе, наверное, можно, но не хотел бы. Потому что это наша разработка. Это наша разработка, она пойдет по рынку, но не хотел бы. Ну, понимаете, потому что вот этот шаблон, он пришел к нам из опыта, мы его меняли несколько раз, но почему мы шаблон делаем? Потому что у меня много IT-компаний, чтобы сравнивать яблоко с яблоком, апельсин с апельсином. Иначе, если шаблона нет, получится, ты яблоко сравниваешь с огурцом или яблоко там с кошкой. Чтобы они были сравнимы, мы вывели специальные метрики, через которые мы можем проявлять любую IT-компанию, друг с другом сравнивать и смотреть, насколько наши деньги работают эффективно. Спасибо. Вопросы? Меня зовут Мурат, мы занимаемся промышленной химией. Вы в начале нашей беседы сказали, что вы очень плотно занимаетесь проектами по образованию. Меня интересно, есть у вас в проектах или какие-то собственные проекты по научным исследованиям там, инвестируете ли вы какие-то проекты, где там нужно как бы фундаментальную науку поддержать? Научные? Да. То есть инвестирую ли я в научные проекты? Да. То есть которые требуют больше времени, больше там которые не выстреливают сразу. Смотрите, вопрос такой, можно последний, потому что нам ехали? Да. Смотрите, наука тоже, к сожалению, устаревает. Сейчас идет деградация, ну у нас деградация Академии наук везде произошла, в Америке сейчас тоже эта деградация идет, потому что центр и прикладных, и фундаментарных исследований сейчас переходит в корпорации. Тот же Илон Маск для фундаментальных исследований по-моему делает не меньше, чем любая Академия наук в США. Поэтому сейчас, во-первых, корпорации настолько сильны, во-вторых, уровень продуктов, которые они разрабатывают, уже больше тянет на фундаментальные исследования, и уже нет отдельной специализации, когда... Раньше была, почему наука нужна была? Потому что все люди были заняты на заводах, фабриках и так далее, и заводы, фабрики вообще не занимались научной деятельностью. Для того, чтобы даже делать усовершенствование, были центры, там, центры научно-технического, там, что-то такое, прогресса, ну, какие-то, которые помогали заводам что-то улучшать. Сейчас компания для того, чтобы выживать, она должна сама и улучшаться, и двигать науку, и так далее. Поэтому, когда я инвестирую в любой стартап, я на самом деле считаю, что этим самым, каким-то блоком, я уже инвестирую в науку. По крайней мере, вот у меня есть компания CareSyntex, мы делаем автоматизацию, платформу для операционных комнат по миру. Через нашу платформу сейчас проходит более 17 миллионов операций в год. И это там реальная наука. Там реальная наука, там big data, аналитика, аналитика big data, это predictive medicine, то есть предиктивная медицина и так далее. Поэтому отдельно наука без монетизации я ее не рассматриваю. Почему? Потому что монетизация это то, обратная связь от реальности, которая говорит, да, мне это нужно, продолжай. Деньгами люди голосуют. А если монетизации нет, просто абстрактная наука сейчас двинулась так далеко, что абстрактная наука уже не имеет никакого прикладного значения. То есть люди, если брать элементарные частицы, дошли до Ката Шрёдингера, когда частица, непонятно, то ли это частица, то ли это волна. Дальше человек проникнуть вглубь мельчайших элементарных частиц уже не может, не в состоянии, потому что частица через бровное движение начинает вести себя то, как волна, то, как частица. Частицу ты изучить можешь, волну не можешь. И, соответственно, зависит это еще от позиции наблюдателя. Все. Я вообще считаю, что наука, это вот как фонарный столб. Она освещает какую-то территорию. Мы видим здесь, и мы уверенно здесь двигаемся. И наука переоценена с моей точки зрения, потому что наука границы познаваемого ограничены, а непознаваемая бесконечна. Непознаваемая бесконечна. Какие бы умные люди не были, как бы они науку не двигали, максимум, что мы можем двинуть, вот это освещенное пятно вокруг столба, еще чуть-чуть дальше двинуть. Но там возникает следующая проблема. Чтобы выйти на передовую часть науки, ты должен уже с пяти лет специализироваться в этом направлении, чтобы к 70 годам только понять то, что является передовой. А когда у тебя время будет, чтобы открыть дальше? Вы поняли, что есть уже человеческая жизнь? Человеческая жизнь является ограничителем познаваемого. Все. Ты с пяти лет начал изучать физику квантовую, к 70 годам освоил только то, что уже освоено. Все. На открытии у тебя останется еще пять лет. Но следующему после тебя нужно начать в три года, в 75 он только поймет, что люди уже открыли. И когда ему открытие делать? У него уже нервные связи деградировали. Все. Дальше наука двинуться уже не может. То есть я считаю, что познаваемое человеком ограничено, непознаваемое не ограничено. Поэтому надо больше стремиться и уметь управлять тем, что мы не знаем, чем тем, что мы знаем. Рейдальев, кстати, тоже говорит, для зарабатывания денег критичнее не то, что ты знаешь, а то, как ты управляешь тем, что не знаешь. И вот преимущество религии над наукой заключается в том, что наука не дает тебе ответ, что делать с тем, что неизвестно. наука тебе четко говорит, как действовать в освещенном поле под фонарем. Сюда пойдешь, по башке получишь, сюда пойдешь, поскользнешься, сюда пойдешь, потеряешься. Четко алгоритм. Но что делать в темноте, наука не объясняет. А религия объясняет. Религия, во-первых, объясняет четыре постулата религии, которые я сам вывел. Она гласит, первое, у всего есть причина. У всего есть причина. То есть причина следственной цели. Даже взять тот же теорию большого взрыва. Кто-то подорвал, с чего-то взрыв произошел. То есть у всего есть причина. Первое. Второе, у всего есть предназначение, миссия, молоток для того, чтобы гвозди забивать, кисушкой, чтобы чай пить, телефон, чтобы общаться, салфетки, чтобы терять. У всего есть предназначение. Третье, религия говорит, все поле, которое непознаваемое, надо принимать на веру. То есть вера. Вера, ты берешь вот эту черную непознаваемую область, выбираешь себе веру и веришь, что это должно быть так. Что такое вера? Вера это твердое убеждение в то, что не имеет доказательств. А в этом плане, если брать ислам, если вы принимаете веру, интересно, что происходит человек, мозг, человеческий мозг так устроит. Я верю в то, что мультивариантность вселенной. Это не противоречит исламу, потому что в исламе говорится, что Аллах создатель миров. Он Господь миров. То есть миров много, значит. Соответственно, мультивариантная вселенная. Соответственно, что получается, что когда ты веришь, ты видишь знаки и чудеса. И ты еще больше убеждаешься в том, что да, есть создатель. И вот это все темное, которое под столбом освещено, понятно, как действовать, а как действовать с непонятным, ты действуешь на основе правил религии. Избегай сомнительного, не знаешь, спасти узнающего, и так далее, и так далее. Поэтому все свои знания я проверяю через четыре фильтра. Чтобы принять любое знание как истину, оно должно пройти четыре фильтра. Соответствует это ли науке, соответствует ли это религии, соответствует ли это пословицам, поговоркам и сказкам, и соответствует ли это тому, что я вижу, и моему здравому смыслу. Если вот это соответствует всем четырем критериям, я считаю, что это знание истинное. И на основе этого знания уже дальше строят свою деятельность. Когда заканчивается влияние науки, и вы считаете ли истинно, что не подтвержденное наукой, но есть в сказках. Я бы так сказал, я даже то, что подтверждено наукой, все не воспринимаю на веру. Потому что у меня с супругой часто спорят, я говорю, вот сейчас ученые говорят, что вредно вот это. Слушай, я достаточно прожил, и помню, когда ученые утверждали, что яйца вредные, жир вреден, сейчас везде говорят, жир полезен, холестерин полезен, просто есть другой холестерин, просто подожди, сейчас появятся другие ученые, которые скажут, что вот это, то, что ты делаешь, оно вредное. Понимаете, наука тоже это не что-то такое незыблемое. Если брать законы квантовой физики, там же тоже постоянно изменения. Была ньютоновская физика, потом пошла Эйнштейновская физика, то есть там возьмем тоже геометрию, есть геометрия, евклидовая геометрия, есть не евклидово, Лобачевского. Все меняется, понятно, там геометрия плоскостей, там геометрия сфер. Если взять мироустройство, кто-то говорит, вселенная бесконечная, кто-то говорит, вселенная это бублик, она конечная, которая замыкается в себе. Все, это ученые сами на самом деле блудят, и нам этот блуд выдают как будто что-то незыблемое. Понимаете? Я понимаю, у меня вопрос вот к вам. Вот ты сказал, я истину считаю, тогда это соответствует всем четырем параметрам. Но если мы говорим, что в науке нет истины, то есть ли истина для вас? В науке истины? Нет, ну, если в науке даже нет истины, есть ли истина для вас? То есть вы сказали четыре фильтра, через которые он соответствует... Я считаю так, смотрите. Берем простое правило. Избегай сомнительного. Это из ислама. Ислам говорит, избегай сомнительного. Хорошо, я смотрю теперь, как это работает, например, в науке. Наша цифровая экономика, она эффективнее, чем аналоговая. Так вот, в аналоговой 50 оттенков серого, а в цифровой либо белой, либо черной. То есть азбука Морзе, код компьютерный, азбука Морзе что такое? Сигнал есть, сигнал нету. Сигнал есть, сигнала нету. Компьютерное кодирование единичка ноль, единичка ноль, комбинация единички ноль, это компьютерный код. Поэтому избегай сомнительного, это значит, что у тебя не должно быть 1.25, 1.75, у тебя должно быть либо единичка, либо ноль. То есть наука тоже подтверждает, что избегай сомнительного, это есть эффективно. Возьмем пословицы там условно. Не знаешь бруду, не суйся в воду. Там что еще, ну много можно придумать. И в каждом этом оно соответствует, я для себя принял, избегай сомнительного, это я воспринимаю как правило и буду использовать, потому что это подтверждается всеми этими четырьмя. Все. И дальше не знаешь, спроси у знающего. Тупое вроде правило, но это не тупое. На самом деле это говорит укроти свою гордыню. Во-первых, там много моралей. Укроти свою гордыню, прекрати считать, что ты все знаешь и вообще перестань верить знаниям, которые ты думаешь, что ты знаешь. Подвергай сомнению даже мнение ученых. Понимаешь? А когда ты подвергаешь сомнению ученых, это не значит, что ты скептик. Нет. Это значит, ты будешь свой мозг. И ты начинаешь сам думать, а что же тогда, если это не это? И это поможет тебе мыслить, размышлять. А в исламе многие не знают. Я говорю, вы знаете, что два самых почтенных вещи, это первое основное в исламе, которое пришло, это икра, читай. А второе, час размышлений равен ночи молитв. И даже в Куране говорит, Аллах говорит, я эту книгу дал вам для людей разумеющих и размышляющих. Он не сказал, я вам дал инструкцию, тупо выполняйте. Или закройте рот, делайте то, что я вам сказал. Он же так не говорит. Он же говорит, для разумеющих, для людей разумеющих, для размышляющих. Учитывая тайм-менеджмент, который вы сказали, нам не нужно. Поехали, уже опаздываю. Да, большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо большое. Надеюсь, какая-то польза была. с Продолжение следует... Продолжение следует...